Всем доброе утречко, мои дорогие! Я сейчас сижу на террасе, видите, у нас облачно, там в окне видно. Я только что для вас записала новости сегодняшние. У нас сейчас где-то, сколько, полдесятого утра, то есть я с девяти часов записываю, сижу. Вот, записала для вас новости, и сейчас мама с дочерью пойдут погулять, пока я монтирую. Я для себя твердо решила, знаете, что буду делать конкретный график, организовываться, как будто бы я хожу на работу. То есть я какие-то конкретные часы, даже если это суббота, например, какие-то конкретные часы, там с девяти до двух, например, буду сидеть и делать только все то, что касается Ютуба. Ну, а потом, конечно же, вечером я все равно отвечаю в комментарии, потому что выходят новые видео в шесть вечера. Я все равно отвечаю на все комментарии, просто я уже ничего, ну, как бы так не снимаю, да, только если для влогов. И там тексты не пишу, не вставлю теги, в общем, не работаю, так активно над Ютубом, да. Делаю это все в основном с утра. Так мне лучше организоваться, потому что я поняла, что если я по чуть-чуть как-то делаю в течение всего дня, то такое ощущение, как будто я целый день сижу над этим и работаю, знаете. Как-то для мозга это, ну, тяжелее воспринять такое. Вот, поэтому я решила, что буду уделять конкретное время с девяти до двух, это сколько, пять часиков, да. В принципе, это тоже немало довольно-таки, каждый день по пять часов уделять, это, в принципе, немало. Но зато все будет сделано, будет все хорошо проверено, тем более, что сейчас еще для новостей я делаю более конкретный тайминг-код для вас, чтобы вы знали, где какая новость идет. Ну, будем надеяться, что вы все равно будете все новости смотреть. Мне было бы очень приятно, но если вам что-то конкретное прямо уж интересно, то можете, конечно, промотать, тогда вам будет намного удобнее. Спасибо всем тем подписчикам, кто дал эту идею, и кому это действительно интересно, потому что это все для вас. Вот, и еще в итоге, в общем, муж мой ни в какую не хочет ехать в Икею. Ни в какую, сейчас точно я вас поставлю. Ой, а я тут в одеялке сижу. Вот, муж мой ни в какую не хочет ехать в Икею, потому что говорит, что дорога очень тяжелая. Это правда, в Икею нужно ехать полтора часа в одну сторону, полтора в другую. То есть это потратить на дорогу три часа. Плюс, как всему, это очень стрессовая дорога, потому что много очень сильно грузовых машин здесь нет. Но, например, на подъезде к Мурсии или на подъезде к Валенсии, это одно и то же, очень много сильно грузовых машин, которые не, так сказать, ой, я микрофон чуть-чуть распарывала, которые не очень правильно ездят, скажем так, гоняют, очень сигналят, очень стресс, очень сильно большой мы испытываем. Вот бы Икею рядом где-нибудь здесь построили, вот честно, так ехать это неудобно. Я люблю в Икею, то есть мне нужно ехать в Икею, мне нужно купить много вещей из Икеи. Но проблема в том, что я люблю просто по ней ходить уже, даже просто так, то есть мне нравится пощупать, потрогать, сравнить, увидеть физически, как выглядит это все, да. Я могу это все заказать по интернету, что, скорее всего, мне придется делать, если я мужу не уговорю все-таки ехать в Икею. Муж говорит, что если поведу машину я, то он согласен, но я ненавижу водить на долгие расстояния. Я очень сильно нервничаю, когда выезжаю на автостраду. Меня даже окатывает таким жаром. Я очень сильно нервничаю. Такие долгие путешествия я не могу. Близко, где-то рядом с домом, там даже вот в Аликанте, если съездить, да, я могу. Но то, что уже больше, намного там больше 50-60 километров, мне не очень хорошо от этого. Поэтому я стараюсь этого избегать. Но муж никакую пока что не хочет, не согласен. Посмотрим, что будет дальше. Не знаю, если что-то придется заказывать по интернету в Икею, но тогда я вам тоже это обязательно покажу, как я заказываю, как у нас это происходит, что вообще я закажу. Ну и потом вместе будем с вами это все распаковывать. Представляете, вышла я с террасы, вылезла, так сказать, из своей норы рабочей, а дома никого нет. Вообще никого. Только Донечка вон лежит на ковре. Я укутаюсь в одеялку. И дома вообще никого. Ни мужа, ни мамы, ни дочи. То есть вообще. Но они, конечно же, ну как бы не хотят мне мешать, да, они мне не стучат там, не говорят, что они уходят. Но вообще никого дома нет. Я очень сильно удивилась. Только Донечка! Смотрите. Донечка, ты ко мне пришел, ты меня не оставил, да. Мой малыш, да. Он пришел, всегда приходит, когда я новости делаю, он прям без ума приходит и ложится на меня или около меня. Видите, месит одеял. Месит. Да. Котик. Он всегда ко мне, видите. И спит так со мной, лежит потом. Ну хороший, вот ты за мной есть, да. Все остальные ушли, хоть остался котик со мной. Хоть так. Ладно, буду сейчас для вас готовить видео. Буду завтракать, еще ничего не кушала. Уже десятый час. Вот. Надо нам кушать с тобой. И потом надо Донечке еще идти за мокрой едой. Сегодня у нас открыт консумчик. Сумчик в магазинчик. Посмотрите на это чудо. На это чудо. Посмотрите на него. Мокрой едой. Лапы вывалил. Лежит. Ладно, в общем, буду работать немножко. Увидимся с вами позже. Не представляете. В общем, муж сейчас приехал домой. Я уже переоделась, потому что жарко было. Но кофточку все равно возьму. Одену. Это платье со спортивными белыми кедами. И с рюкзаком черным одену. Потому что все-таки мы с мужем решили ехать сейчас в Икею. Потому что по-другому у нас понедельник выходной день. Здесь праздник Испании. Потом во вторник у него тоже дела. И мы все никак не можем. Мама работает. Дочь не хочет ехать туда с нами. Потому что это муторно очень слишком. В общем, неудобно. Поэтому мы едем в Икею сегодня. Так что сейчас собираемся. Будем выезжать. Снимать я по дороге не буду, скорее всего. Потому что дорога очень серьезная. Сейчас много машин. Так что буду вам снимать. Когда уже будем внутри. Будем выбирать вместе с вами мебель. Мы приехали с мужем в Икею. Людей тут, конечно же, много. Но места мы довольно-таки легко нашли на парковке. Сейчас вам покажу, сколько народу идет. Вот, видите. Сидятые на террасах люди. Очевидно, они просто для времяпровождения сюда приезжают. И с двумя детьми. Господи. В общем, людей очень много. Посмотрим, как же будет внутри. Я особо много не буду снимать. Я вам уже показывала. Но поснимаю только те вещи, которые мы будем покупать. Мы с мужем взяли такую коляску. Положили туда мешочек. И поехали в нашу Одиссею. Вот она кроватка, которую мы будем брать дочу. Обычно она стоит 300 евро. Но в Икея с семьей она стоит 199. Вот такая вот красотень. Скорее всего. В общем, посмотрим. Мебель для, чтобы ботиночки складывать. Это нам, в принципе, понравилось. Или вот это. Но неизвестно, как что. Нашли вот такой вот. Для ботиночек первый. Сейчас найдем Икея 75. А где? А где номер? Сейчас, подожди. Нет номера здесь вообще. А как я его возьму, если здесь номера нет? Они что, издеваются надо мной, что ли? Вот такая кроватка для Аречки. Уже нашли с такими... Мира. С такими вот штучками. В общем, супер. В общем, мы вверху почти ничего не купили. Только постельное белье, сковородку. Посмотрели кровать. И все. Сейчас заходим. Валит. Едем вниз, туда, где есть декор. Такую вот мы увидели красивую лампу для мамы с дочей. 25 евро. Возьмем ее. Муж заставил меня купить вот такую серебряную. Ему она нравится. Мне не очень. Мне больше нравилась белая. Но он не пошел на уступку. И вот эти вот 29 стоят такой шар. Купили себе в комнату. В общем, ни носком больше не идет. Хочет именно такую, как хочет. Ну ладно. Мы все взяли для нас. Идем дальше. В общем, я жду мужа сейчас. Он пошел в туалет. Мы накупили полную корзину всяких разных вещичек. Я уже не снимала, потому что... Потому что очень много народу. Да и нельзя. Ну ладно. В общем, потом. Как-нибудь вам покажу, как приедем домой. Мы жду, пока муж оттуда машину пригонит сюда. Здесь как раз удобно загружаться. Смотрите. Четыре из этих коробок. Это дочки на кровать. Это такая вот штучка деревянная. Потом ее соберу, покажу. И полная корзина. Здесь две подушки, которые есть. Такой специальной, так сказать, пены, которая адаптируется. Это тоже в ванну, чтобы складывать. Такой, как комодик такой небольшой. Там постельное белье всякое. Здесь лампы в нашу комнату. Две в салон и мамина. И здесь лампочки. Такие мусорные баки эти, бедра, которые я, между прочим, использую как для горшков. Ладно, будем все это все складывать. Вон, машина подъехала. И потом вам скажу. Надеюсь, это все влезет. Значит, папа меня, муж мой меня того, если это все не влезет. Пожелайте мне удачи. В общем, мы наконец-то приехали уже домой. Я вам ставила некоторые там клипы того, что мы смотрели в Икеа. Но было очень сильно много народу, поэтому снимать тоже не особо было времени и возможности, как таковое, чтобы показать чистые продукты. Покажу вам, что я купила. Есть вещи, которые в собранном виде. Я вам буду ставить здесь фотографии того, как они на самом деле выглядят. Возьму фотографии с Икеи, ну и вы увидите, что же это такое. Во-первых, простые подушки. Это специальный виск эластик. В общем, это, ну, вы знаете, видите, анатомические подушки. Их здесь две. Одна для меня, вторая для мужа. Подушки эти стоили... Которые одессы, я уродную. Подушки эти стоили 10 евро, если не ошибаюсь. Я вам буду цены вставлять, в общем, сейчас здесь, когда на ручеке, я вам цены поставлю. Подушка. Дальше. Вот такая вот полочка. Ставить в ванную комнату для того, чтобы ставить туда фен, всякие выпрямители волос, в общем, цушки, все-все-все такое. Выглядит она вот так. Я вам здесь сейчас поставлю фотографию и цену, за которую мы ее купили. Следующее. Это наволочки специальные, которые защищают матрас. В общем, на матраснике такие. Вот одна большая и одна маленькая. Вот так вот они выглядят. Обычные наволочки. Обычные наволочки. Вот такие вот. На двойной кровати, на одинарную. Тоже вам цены здесь поставлю. Дальше. Два, опять же, пакетика организационных вот таких вот ящичков. Выглядит до него так. Я вам постараюсь тоже фотографию найти. Если найду, поставлю здесь и заодно цену на них. В принципе, стоили они, по-моему, по 5 евро, если я не ошибаюсь. Мне так уж и дорого каждое. Мешок Икеи 75 центов. Это я точно помню. Дальше. Здесь у меня лежит такая вот сковорода. Глубокая, похожая на мини-вок. Цена я вам тоже сейчас здесь поставлю. Это тефлон. 24 см диаметр. Такая вот сковородочка. Дальше. Купила постельное белье. Главное, купила. Представляете, я просто не забыла. Зачем ехала? Просто не забыла. Вот. Купила такое постельное белье. Вот так вот оно выглядит. Такой рисунок. И вот так вот оно выглядит на кровати. Это 100% хлопок. Вот так вот. Стоит, по-моему, если не ошибаюсь, 25 евро. Дальше. Для дочины. Я новую кроватку. Купила вот такое вот. Видела. Просто с бабочками и с цветами. Посмотрите, какая красота. Это просто что-то. Я как увидела, сразу поняла, что Аречке нужно это иметь. Тоже вам цену здесь сейчас поставлю. Если найду полный рисунок, картинку тоже вам поставлю здесь. Дальше. Купила Аречке книги. В Икеа иногда появляются очень интересные наборы книг. Мы там когда-то уже покупали. И тут рисунки такие наподобие русских. Смотрите. Здесь, в общем, наборы из трех книг. Раз, два и три. У нас таких еще нет. Про то, как совенок уезжает в отпуск, ежичек уходит из дома и король-олень. В общем, такое три книжечки. Цены я вам тоже здесь, конечно же, оставлю. Вот так вот они выглядят. Такое обложечко. Дальше, что у меня здесь покрупнее пошли объекты. Кровать я вам не буду показывать. Просто здесь вам потом покажу фотографию и цену. Потому что там четыре огромных коробки. Они стоят в коридоре. Завтра будем ее вместе с вами монтировать. Эта лампа. Вот так вот она выглядит. Я вам сейчас здесь покажу, как она выглядит и ее цену. Это белый шар воздушный, как облако. Это пойдет в нашу спальню. Дальше еще есть две одинаковых лампы. Одна и вторая. Эти две лампы выглядят вот так. Их можно разбирать по-разному. Мне они очень нравятся. Но, может, да, они серебряные. Подходят под некоторые вещи у нас здесь. И эти лампы. Ой, сто ли 59 евро. То есть совсем не дешево. Одна лампа 59 евро. Это точно помню. Я вам же здесь покажу фотографию, как они выглядят. Но в обычном их виде. Знаете, лампочки к ним не включены. Но включен провод. И еще одна лампа. Это для мамы и дочери в их комнату. Посмотрите, с птичками вырезка такая здесь. Я вам тоже, если найду в интернете, сейчас цену здесь поставлю. И фото, как она должна выглядеть. Это в их комнату. В комнату мамы и дочери. Еще купили. Это последнее, что я могу показать. Потому что другое я просто не подниму. Такую вещь. Это как деревянная скамеечка двухъярусная. Вот так вот она выглядит. Здесь можно увидеть. Вот тут деревянное. Темное дерево. Это поставить в ванную комнату. И складывать на нее полотенце под раковину. В общем, такая тоже. Стоила она. Это около 30 евро. Я вам тоже сейчас, как она должна быть в собранном виде. Поставлю фотку и цену. Всего мы заплатили в Икеа 559 евро. С центами. Ну, 559 евро не считая за мешок 500 центов. Вот так вот. Не купили мы вешалку для курток. Не купили мы для ботинок тоже. Потому что не было в наличии. И вообще там хаос у них полный царил сегодня. Ну, и еще пару простыней мы не купили. Но так, в основном, все остальное у нас есть. Ура! Поездка у нас. Муж разбитый, лежит на диване. Очень сильно устал. Буду за ним ухаживать. Будем кушать и отдыхать. И все это будем собирать завтра. Еще забыла вам показать очень быстренько. Купила лампочки. У меня тут завалятся вот такие вот лампочки LED. Цену я вам тоже оставлю. Купила раз. Два. Три коробки в каждой по две лампочки. И купила, кстати, чек нашла. Я купила вот таких три ведерка. Они считаются как бы мусорными ящиками. Но я их под цветы, мне очень нравится. Они у нас есть уже на террасе. Чтобы все цветы были в одинаковых, я купила еще три. Стоят они по полтора евро. Вот. Но цену на всякий случай вам тоже здесь напишу. Проверю на чеке. Так что вот так. Теперь это точно все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.